привет друзья наступило сегодня а это значит время изучать библию и знаете есть такой в москве о пастор протестантской церкви такой а харизматическое не о не у пятидесятнической церкви илья федоров это церковь так называемая церковь славы божьей так вот если вы посмотрите на его служение так называемая то большего стяжателя большего выжимателя денег среди московских вот этих пасторов так называемых по не найдете это человек который который просто задушил людей призывами как бы и подначиванием к добровольным так называемых кавычках добровольным пожертвованием особенно с началом его крусейдов в пакистан последние последнее время очень часто совместить пакистан на курсы еды на евангелизации просто устраивал устраивает целый террор устраивал терроры в церкви по сбору пожертвований вот то есть слова пожертвованиях на каждом богослужения их воскресном обычно было там ну по 40 минут и потом вытягивались деньги различным манипуляционным путем там обещанием чтобы он благословит там навязанием чувство вины что как бы ты грешишь если не даешь и так далее бог тебе не будет благоволить и тому подобное вот я знаю людей из этой церкви просто на самом деле просить за это слово он задолбал вот ним высасыванием денег из людей и особенно на пакистан просто и настолько человек человек является как бы таким благодатчиком как бы и вот из из пастырей так называемых которые но ассоциируют себя с проповедью благодати в кавычках так называемой благодати так вот это человек очень авторитарный очень строгий не в контексте библейской строгости а в контексте строгости с инакомыслием вообще человек который выгнал достаточно количество людей из своей церкви за просто так за то что они там не за не согласились именно с ним не с библейской позиции именно с ним то есть авторитарный жесткий человек который и говорил что если вы не будете давать на пакистан то уходите из этой церкви и люди постоянно жертвуют особенно на конференциях это когда как проводится конференция причем эти конференции он проводит платными зачастую часто очень регистрация платные ценник достаточно высокий и на конференциях тоже из людей выжимаются деньги под различными предлогами то есть это человек который просто ну душит людей выжимая из них деньги так называемые добровольные пожертвования вот и я знал его всегда как стяжателя понимаешь это стяжатель и огромные суммы жертвуясь этому человеку и в этом собрании есть бизнесмены которые люди зарабатывают достаточные деньги там есть сумму по несколько сот за одно пожертвования по несколько сот тысяч рублей и с одного человека и по миллиону с одного человека и просто простые бабушки просто простые топки или пенсионеры люди скромно зарабатывающие тоже жертвовали значительную часть своего дохода вот это постоянно и куда уходят и как уходят деньги никто не знает потому что всеми деньгами заведуют федоров и ближайшие у несколько человек то его жена и инна вот и бухгалтер карманный бухгалтер и еще несколько человек буквально там узкий круг людей вот и из но деньги собирается огромные просто чтобы вы понимали постоянно и регулярно просто и совсем недавно пару дней назад мне в ленте попалась кто-то там перепостировал или прокомментировал мне ленте попалась фотография федорова когда он отдыхает сейчас настоящее время на мальдивах со своей женой со своим соратником он тоже женой некий павел там петин это его однополчанин сослуживец такой духовной там помощники в его служении как я понимаю этот павел петин занимается реабилитацией вот и и они на мальдивах отдыхают и я посмотрел эту фотографию посмотрел отель явился до пятизвездочный отель это мальдивы и и написал комментарии вообще как это но но я саркастически написал говорю что слава господу который дает но такую прекрасную возможность драгоценному пастору с большой буквы илья федоров стяжать и клянчить чтобы отдыхать сочно жить сладко нам на мальдивах на что и мгновенно был заблокированный со словами то алексей завидуйте молча это его жена жена этого она не сапфира ну инесса федорова написала мне и меня в общем заблокировали но другие люди столицы тоже стали писать в комментариях у федоров возмущаться ну почему так но вы на мальдивах отдыхаете и суть не в том что человек отдыхает на мальдивах и вообще отдыхать суть том что человек стяжает понимаете вы стяжает просто собирает постоянно деньги просто гляньте это вымахает деньги просто высасывая деньги всеми возможными и невозможными методами начинает платной конференции заканчивать просто по неоднократным сбором пожертвования на одном служении просто выжимает из людей деньги вот в чем момент чёк выжимая деньги из людей но как бы говорить на служение там на какое-то на проповедь евангелия а сам отдыхать на мальдиву мне вопрос сразу почему бы тогда раз ты имеешь деньги ездить на мальдивы почему бы тебе тогда просто не ездить на мальдивы раз ты выжимаешь, раз ты просишь, раз тебе не хватает на служение, на какую-то евангелизацию, взять эти деньги потратить на это служение, а людей просто перестать душить. Просто люди живут сейчас тяжелое время, люди скромно живут, где-то кто-то перебивается. Вот на самом деле в церкви Слава Божия очень много людей, у которых проблемы вообще, финансовые в частности, и среди лидеров так называемых. И это возмутительно. Возмутительно не то, что человек отдыхает, а то, что стяжает, стяжает и отдыхает, и еще фотографирует себя. И вот люди стали писать там комментарии различные. Вот, а почему так? Да, это дорого ли это? Почему это? И вообще Федоров не только на Мальдивах, но как бы отдыхает. Последние времена его вообще просто Остапа понесло, он живет роскошно. Он фотографируется, и его полеты, его служения, так называемое служение, но его полеты в различные регионы, куда-нибудь там, по России, в Сочи, он часто летает и отдыхать там, и что-то и послужить там, ну то есть и куда-то в Узбекистан, и где-то еще. И он фотографируется, летает в бизнес-классе. И сам он не скрывает, что живет он богато, достаточно хорошо, сочно, упакованно. Вот, и люди стали писать, задавать такие различные вопросы, на что в комментариях Илья Федоров отвечал, давал понять, что он на свои деньги отдыхает, то есть на какие-то кровно заработанные деньги он отдыхает, и он говорит, что если вот у меня бизнес, то есть ключевое слово если, если бизнес, но у меня бизнес намекает, что у него какой-то бизнес, но слово если, оно здесь ключевое. Вот, и подчеркивает еще такую фразу, что жена у него работает, то есть Инна Ненесса, она работает, трудится, и вот она так зарабатывает хорошо, и у него бизнес такой хороший, что они могут на Мальдивах в пятизвездочном отеле отдыхать, и все включено. Вот, в другом комментарии он говорит, что я не за чей счет, подчеркиваю, прошу запомнить эту фразу, не за чей счет не живу. Просто, получается, он за свой счет живет за счет своих рук, и не живет за счет пожертвований, вот, и вот так вот. И еще один комментарий, не за счет, опять же, не за счет пожертвований живу, и в нашей церкви, у них там же, там, церкви десятин даже нет, это я тоже прошу запомнить. Вот, и вот так вот. Поэтому мы сегодня поговорим по этому поводу, вот, и позже, уже на следующий день, Илья Федоров записал уже видеообращение, какой-то ажиотаж был в комментариях, он видеообращение записал, где, как бы, чтобы объяснить, что он Мальдивы для него, для пастора, как они себя называют, но это нормально, это, это как бы аду Господа. Давайте послушаем, и полностью его, на части я разбил, но полностью его, в общем, это выступление, и прокомментируем, и разберем, точно ли это так, сверяя с Писанием, точно ли это правильно, то, что он проповедует. Привет, друзья! Решил записать видео, это ответ тем людям, которые спрашивают у меня, пишут, может ли, вот, пастор так отдыхать, дорого, на Мальдивах, и многие пишут, не многие, но пишут, спрашивают, и в комментариях лично, что, ну, дорого ли это, и вообще нормально ли, вот, деньги так вот, знаете, на ветер выкидывать, и скажу лично свое мнение, первое, дорого ли или нет, ответ дорого, да, дорого отдыхать на Мальдивах, пять звезд, все включено, второе, может ли, пастор, вот так вот, деньги выкидывать на ветер, вот, лично, я сейчас говорю свое мнение, мое мнение, может, ну, это понятно, может, но, нормально ли, это, мое мнение, нормально, и могу объяснить, почему, первое, писание говорит, что поражу пастора, и овцы рассеются, вы знаете, если пастор в поражении, он будет это транслировать, он будет транслировать на церковь поражение, вот, и это будет касаться однозначно всех людей, я думаю, если вы христианин уже много лет, вы сталкивались с этим, когда пастор проходит какой-то трудный этап в жизни своей, но также, если пастор, он в прорыве, он вот именно, вот, живет, так, знаете, в благословении, соответственно, вся церковь будет в том же жить, почему, потому что он это будет транслировать, он будет людям говорить веру, будет их вдохновлять, накачивать, то есть, это определенный дух, и вся церковь от этого, им будет хорошо. Ну, вот так, друзья, от избытка сердца говорят уста, и каковы мысли в душе человека, таков и он, об этом говорит Писание, и здесь очень просто мы можем видеть, вот есть Илья Федоров, его черепно-мозковая коробка, и в ней, ну, как бы, мозг, мозг Ильи Федорова, у которого есть извилины, в котором есть извилины, и там, в извилинах, есть определенное богословие, так называемое, которое просто упрочилось, закостенело и утвердилось, и это богословие он транслирует, и этому он учит, и вот такую фразу он говорит, очень простая такая, как он думает истина, что, ну, я пастор, и я должен жить хорошо, потому что, если я буду плохо жить, то и с овцами будет плохо, то есть, жизнь овец, людей в церкви, напрямую зависит от моей жизни, и чтобы, чтобы, если я буду в поражении, беден как пастор, то и рассеются овцы, то и все будут в поражении, и он цитирует в подтверждение своей доктрины, что вот как бы с него начинается, вот, с чего начинается родина, с картинки в твоем букваре, с чего начинается успех в жизни христианина, с успеха в жизни пастора, с чего начинается, ну, как бы достаток в жизни христианина, с достатка в жизни пастора, И вот он подкрепляет свою доктрину, свое понимание, ну как бы, а доктрину для чего? Чтобы все стремились поднять пастора, чтобы пастор жил хорошо, молиться и обеспечивать его, потому что только в таком случае нам-то будет успех, и благословение, и благосостояние, и богатство. И он подтверждает местом исписания, порожу пастора, рассеются овцы, об этом пророчествовал пророк Захария в 13 главе 7 стихе, о меч поднимись на пасторе моего, и рассеются овцы. И вот большинство таких подобных авторитарных, подчеркну авторитарных правителей, а этот Федоров очень авторитарен, просто повыгонял, многие лидеры поуходили оттуда, потому что из его церкви как диатрэ выгонял тех, кто там неугоден ему, повыгонял, люди поуходили, потому что не потому, что они где-то противились Слову Божьему, просто его первые, они противились мнению персоны, мнению царька, мнению барина, вот это вот. Это очень авторитарная, жестокая личность, когда касается вот его авторитета и его денежков. Вот, это там денежка все мраком покрыто, а авторитет непререкаем, вот таким образом. И люди, которые были лидерами, то есть, ну, несли служение, их лидеры называют они, вот, как-то были активными такими, зрелые христиане, поуходили просто. Кто-то разочаровался сильнейшим образом, вот, ушел вообще из протестантизма, вот, кто-то, ну, прибился в какую-то другую церковь, но вот так вот. Вот, и поражу пастора, рассеются овцы, понимаете, человеку, у которого, ну, есть мозг, вот. Этот маленький надменный разум простых вещей понять не может вообще, простых библейских вещей, а очень других вообще. О чем это место исписания, поражу пастора, рассеются овцы? Иисус в Матфея, в Марке цитирует это место исписания, говоря вот что. Соблазнитесь о мне, говорит Иисус, о мне, в эту ночь, ибо написано, поражу пастора, рассеются овцы. То есть, под пасторем подразумеваются не местные царьки какие-то, не местные вот эти помазанники, так называемые, не Федоровы вот эти вот, ну, как бы, вот эти вот пузатые, ну, как бы, короли вот эти, короли Мальдив. Нет, сам Иисус является пасторем. Только если он будет поражен, рассеются овцы. Сегодня жизнь христианина, который вадим Духом Святым, который под Христом ходит, у которого пастор и Господь не зависят от духовного состояния, благополучия и количества жировых складок на животе у этого человеческого, у какого-то пастора, как они его называют, вообще не зависят. А зависят от пастуха, который есть небесный пастух, Господь Иисус Христос. Так говорит Писание. Только в таком случае овцы будут в поражении, овцы рассеются, овцы лишатся спасения, если Иисус будет в поражении. Но над нами стоит непоражаемый пастырь, поэтому, пастырь, поэтому вера наша в это пастыря, его благодать, они сохранят нас, и никто нас не покидит из руки его. Иисус говорил о том, что это место о нем говорится. Сам Иисус говорил, видя народ, он посмотрел на народ и говорит, что вот люди, народ, они как овцы, ему было жалко их, они как овцы, не имеющие пастыря. Во времена Иисуса, во времена его служения, были различные вожди. Иисус говорил, вот вы там слепые вожди, за вами идут слепые и так далее. То есть были различные религиозные лидеры, но не было пастыря вообще, настоящего пастуха не было. Люди были без пастыря, и явился Иисус настоящий пастырь. И Петр вообще, апостол Петр тоже самое пишет, что все мы были как овцы, блуждающие, не имеющие пастыря. Но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ наших. Есть единственный, кто в Библии именуется пастой. Я подчеркну, сейчас это будет очень неожиданно для многих, но единственная личность Библии, именуемая в Новом Завете, именуемая пастырем, это Иисус Христос. И возвратились к пастырю и блюстители душ ваших. Это блюститель, епископ, епископус, епископ душ наших. И знаете, епископ и пастырь осуществляет попечение, духовное попечение, надзираясь за душами. Такой духовная психология в жизни человека. И не только психология, но он заботится и не только о душе, а и о теле, о духе в первую очередь. А вот в церковь Федорова вообще на самом деле, там есть некий барин, некий Федоров, который именуется пастыром, но пастырем не является. Там отсутствуют, практически отсутствуют попечения людей. Там только есть проекты, на самом деле. Я общаюсь с людьми, я знаю людей оттуда, и люди, которые знают всю эту кухню. Там только просто есть проекты. Есть проект Пакистан. И все, люди просто там как средства, они масса, которая должна обеспечивать Пакистан или обеспечивать наполнение зала, чтобы имя Федорова прославлялось, чтобы он чувствовал себя авторитетным каким-то и так далее. Но попечения людям не оказывается. Даже следи лидеров, таких ближайших, таких служителей, таких осликов, которые трудятся много в динаминации, но ближайшие в контексте, они не приближены к Федору. Он не приближает к себе никого. Вокруг него только есть узкий круг людей, богатых причем, богатых, которые могут дать деньги. И вот эти люди, которые трудились там, лидеры, они тоже кто-то там проблемы, беда со здоровьем, операции, у кого-то с деньгами проблемы. Люди там без попечения вообще. Людьми никто не интересуется. Людей никто не пасет на самом деле. Поэтому этот человек, который провозглашает себя каким-то пастором, по сути таким не является. Прошу не путать воскресного проповедника, несущего проповедь, со словом пасторь. Новозаветным словом пастори. Пастор – это попечитель, пасущий овец, который просто кормит ежедневный овец, знает состояние каждой овцы. И таким пастором является Иисус Христос. Но не Федоров. Никоим образом, который вообще попечительством практически не занимается. Занимается самопиаром, просто стяжелительством денег, продвижением своего имени и различными проектами личными его. Остальное его, в принципе, в большинстве своим не интересует. Вот таким образом. И писание говорит, вы скажете, подожди, как ты говоришь, что в Библии пасторей там нету, ну, никто не именуется, подчеркну, не называется. Первая Петра, пятая глава, младшие, повинуйтесь пастырям. Дело в том, что в оригинальном греческом тексте там нет слова пастырь, там стоит слово присбитер, то есть присвитер. Также младшие, повинуйтесь присвитерам. И слово младшие здесь тоже в греческом, чтобы вы понимали, это не просто вот все люди, младшие по званию, младшие по чину. Это слово означает в греческом языке новенькие, навопрощенные, незрелые, которые только-только уверовали. Повинуйтесь пастырям. Это не значит, что человек должен годы ходить в церковь, и он повинуется пастырям. Нет, в Ефесянах в черной главе написано, что мы должны быстрее, есть в церкви апостолы, есть пророки-учители, мы должны быстрее все вырасти, быстрее все взраститься на дело служения, для созидания тела Христова, чтобы все вошли в единый возраст, возраст Иисуса Христа. Они были более младенцами, которые бегают папа, мама, папа, мама, и спрашивают пастыра. Вот и все. Поэтому младшие поминуются присвитерам. Но слово пастыр там не стоит, пастырь не стоит. В Ефесянах 4.11 стоит слово пастырь. Пастырь. Поставил от них пастырями, учителями и так далее, апостолами, пророками, евангелистами. Но здесь имеется в виду не конкретная личность, а написано, и одним дал в греческом языке так, это дал дары человекам, там написано, и одним дал апостола, другому дал пророка, учитель. То есть это говорится о внутренней одаренности. Поэтому, если говорить просто академически, библейски, то слово пастырь в Библии, это внутренняя одаренность от Христа. Это Христов дар. Христос дал дары человекам, и кому-то дал дар пастыре. Но тот, кто имел дар пастыре, он не именовался, не назывался пастыром, но его не звали пастыр там, Яков, пастыр Вася там. Его так не звали вообще пастырь, не звали. Их звали пресвитеры. Они, по сути, служили в служении пастыря, но были пресвитерами. Но единственный, кто именовался пастырем, это Иисус Христос. Поэтому, что сегодня Федоров провозглашает себя пастыром, и там рукоположен в пастыр. Вообще, первые пресвитеры не были рукоположены в пастыр. Они все молились за назначение пресвитеров. Их называли пресвитеры, то есть старейшины. И епископы, это то же самое. Это синоним слова пресвитер, старейшина. То же самое. Не что-то выше, одинаковое. Но они не имели дар пастыря в себе. А пастыря именовали единого, который над всеми нами, это Иисус Христос. Это единственный, кто над нами. Все остальные мы, кто-то пресвитер, кто-то пророчествует, кто-то... Все мы братья, все мы равны, никого нет выше вообще. Вот таким образом. И наша жизнь не зависит от кого-то, кто выше над нами, из людей. Такого нет вообще. Поэтому поражу пастыря. Это вообще бред, что из какого-то благосостояния пастыря, какого-то там, так называемого, зависит мое благосостояние. От Христа все зависит. Из-за Христа все зависит моя жизнь. Вот поэтому в Евреям написано, что Господь воздвиг из мертвых пастыря, пастыря овец, вот, кровью завета вечного. Он воскресил пастыря из мертвых. Знаешь, кто твой пастырь? Тот, кто воскрес из мертвых. Вот. И чтобы никогда не умирать. И сегодня спрашивают, и смеются подобные люди, вскормленные авторитарными доктринами, типа как у Федора. А кто твой пастыр? У тебя есть пастыр. Вот у меня Илья Федоров пастыр. Ага, я 20 лет в Вере хожу, и у меня пастыр Федоров. Их много было разных. Сегодня Федоров, мы все к нему перешли, потому что он самый модный. Мы из разных церквей к нему пришли. Теперь мы у Федоров пока что месте. Вот, пока Бог его не поразит, там он не зажрется до конца на Мальдинов, не вообще ни себя не дискредитирует. Мы будем сюда вот ходить за Федором. А у тебя кто пастыр? Вот так спрашивают. Это глупый вопрос вообще. И в первой церкви, ну, пастыр, это единый пастыр, это Господь Иисус Христос. И в первой церкви могли спросить, да, такой вопрос, допускаю, в ранней церкви библейская. Но спросили бы даже не так. Они спросили, а кто у тебя пресвитер? Они так даже не спросили бы. Они спросили бы так. А в вашей церкви кто пресвитеры? В вашей городской церкви кто пресвитеры? Потому что не было того, что был какой-то один пастыр, а было множество пресвитеров, из которых никого не было старшего. Но моя тема сегодня не об этом. Вот. И человек сидит, вещает. Вот человек, черепно-мозговая коробка, там мозг с богословием. И вещает, там мучает на Мальдивах. Чрево набил мальдивским продуктом. И вещает, и учит. Вот таким образом. Иисус вообще представлен в Евангелии от Иоанна пастырем добрым, который полагает душу свою за овец. Иисус душу свою положил за овец. А здесь мы видим пастыря, который душу вынимает из овец. Деньги стяжает постоянно. Иисус умер, чтобы, знаете, это пастух умер за овцу, за животное. Но это невероятно. Иисус умер за людей, будучи Богом, умер за людей. Душу положил, отдал себя полностью. А здесь человек, вы меня благословляете, от меня зависит вообще. Я, ну, как бы, истяжает, стяжает с людей. Вот. Да, там что-то и дает Федоров кому-то, чем и похвалится больше, чем дает. Но это для ширмы, для прикрытия. Об этом скажу в конце. Иисус говорит, что он добрый пастырь, а наемник не пастырь. Его слово наемник означает наемного рабочего, который получает деньги за свою работу. Любой пастырь, который сегодня получает зарплату или какие-то пожертвования, или берет деньги, какую-то часть от церковных пожертвований, чего-то еще, это наемник. наемник. И он не пастырь. Запомните, пастыря, получающие зарплату или берущие деньги, это не пастыри на самом деле. Вот Иисус не брал ни от кого денег. Получал ли Иисус зарплату и отдыхал ли на Мальдивах? Ну нет же, такого не было. Вот. Наемник не пастырь. И дальше интересное место. Он говорит, что и будет одно стадо Иисус и один пастырь. Сколько пастырей в церкви? Один. Сколько церквей вообще? Вот ваши разделения на деноминации это вообще не от Бога. Вот есть одна церковь Господа Иисуса Христа. Она одна. Одно собрание. Одна невеста по всему лицу земли. Базирующаяся в различных городах и по домам различным. Но одна церковь. И будет одно стадо и один пастырь. Сколько пастырей? Сколько пастыров? Как их любят назвать? Один пастырь. Остальные, да, есть пресвитеры. У них дар пастыря. Но это пресвитеры. Их не именовали. Не именовали пастыря. Поэтому поражу пастыря и рассеются овцы. Вот о чем говорится. О едином, великолепном, удивительном, восхитительном пастыре Господе Иисусе Христе, который умер, умер на кресте. И Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Когда я не буду нуждаться? Когда Господь мой пастырь. А не когда Федоров, когда мой пастыр Федоров не будет нуждаться и будет жить богаче богатого, тогда я не буду нуждаться. Но бред же, ребята. Но бред. далее давайте смотреть ветхом завете знаете священники они как бы жили очень хорошо это самые богатые люди были это было важно потому что они благословляли народ если они в поражении соответственно будут все в поражении ну вот такой вот наш богослов мальдива пастор илья федоров горит ветхом завете священники это были самые богатые люди вопроса где это написано в смысле подожди кто это сказал что священники были самим богатыми людьми я читаю про многих богатых людей в библии что они там были все священники и в первую очередь священник и что священники были богаче всех да нет же бог так сделал что священники им отдавалась 10 10 именно ветхозаветным левитским священникам а левитам отдавала десятина левита давать 10 для священников священники сильно не отдавали вот священство это по задумке бога они должны были жить но на равном уровне каждый имел благословения каждый имел свой удел каждый имел достаток всем досталось равно равно удела земле то есть которую не пришли в земле израильской равна бог раздал каждому колену и каждому семейству равна по куску земли равном чтобы все равно жили но левиты не получили удела их удел был им бог тоже обещал удел землю но их земля была распространена доверена остальным людям по всему израилю и люди возделывая землю возделал не только свою землю на и землю левитов и отдавали им соответствую часть и по и получалось на десятая часть от прибытка возвращение полей прибытка скота но получалось десятая часть так что и у всех равно было что за чушь вообще что священники жили богато но и это ладно но это еще не соломон священник был что ли или как вообще ну далее тут важнее не это важнее то что он для чего параллель священника провод проводный вот священники жили богатый вот я сегодня пасторе мы по старым и священники должны жить богаче потому что нужно транслировать богата и послание чушь какая вот ну как понятно что для человека корысть в общем рост такой рисую на приста в нем она заквасила его мозг очень маленький но мозг согласил всего тела хочет груз ненькое но дело корысть просто пропитал его как вот вы вниз из из сортира вот карасть пропитал ему полностью и вот чок просто уже он так мыслит так понимает сам не видит чтобы как истолковываем так думать и и он ты хочешь сказать федоров что ты священника остальные сравнивайте и точки жили богата простой народ ну как бы похоже жил и должны свченик и богатожись что вы простой народ получишь ты хочешь сказать удара что ты сегодня священник А все люди остальные, они простой народ И вот это, ребята, является сугубой ересью Это плевок в лицо Иисусу Христу Это растаптывание церкви Господа Иисуса Христа И идей Нового Завета Апостол Петр пишет, что Петр, в отличие от этого Федорова Петр пишет, что все мы есть, все верующие, мы царственные, священство Разве Петр пишет, что Федор, вот этот вот маленький, но позатенький, просто мальдивец Он, он, священник, а мы просто челик, мы толпа, мы серая масса Да нет же, мы все священники, все священники И есть единый, кто над нами, первосвященник Иисус У нас различные служения, но все мы братья Нет того, кто выше, один не превозносись, написан над другим У нас различные амплуа, различные дарования и служения Мы все священники, то же самое в откровениях Иоанн пишет Что мы в ряде мест, что мы все священники И это ему небесное откровение от Иисуса Христа Мы все священники, Федор, Фа, Фа, Фа И это существо, представляете, пропитанную корыстью И подчеркну авторитаризм, потому что это он выше Он обладающий властью, автократия, власть Он же священник, он же Федоров, он же вот, а вот Он же пастырь, а вы овцы просто В самом негативном понимании овец Он пропитан авторитаризмом и корыстью просто И авторитаризм здесь средство для корысти Авторитаризм это метод и средство, чтобы достичь цели, корысти, собственной выгоды Он использует рычаги авторитаризма Я выше, поэтому вы мне давайте Цель, чтобы вы мне давали, но поэтому я выше Вот таким образом Давайте послушаем, что еще там этот богослов, бог ослов Федоров Учит вообще в оправдании тому, что он на Мальдивах пьет коктейли И кушает экзотическую пищу Также номер два Мы верим вообще в Бога, который благословляет И он нам дал лучшие обетования Лучшие, лучше, чем даже в Ветхом Завете Мы так, по крайней мере, проповедуем Все христиане, нормальные христиане И мы знаем, что в Ветхом Завете примерно 90% обетований, благословений Они, это касалось финансовой стороны То есть благополучие, все у тебя будет хорошо Вот понимаете, в новом еще лучше И если мы верим так, что лучшие обетования Аллилуйя И Христос стал первосвященником лучших обетований То есть лучше, чем в Ветхом Завете И я верю так Я верю, что, вы знаете, это наше наследие Как Божьих детей Лучшие обетования Лучшие дома Лучшие машины Лучшая одежда Лучший отдых И это нормально Это мы, понимаете, транслируем Мы говорим о Боге своем Что Бог нас благословляет Всем лучшим Во имя Иисуса Христа Я верю так И я, знаете, убежден, что В России, вот именно у христиан Это надо вот вырезать Вот это вот менталитет нищеты Вот этого аскетизма Знаете, что христианин Это, ну, неприлично Быть богатым Или чтобы он жил хорошо Тем более, не говоря уже о священниках И это неправильно Понимаете, друзья Мы должны это, вот Эту нищету, это рабство Мы должны это искоренить, убрать Меня это очень сильно, на самом деле, раздражает И не нравится Мне не нравится, когда христиане в нищете Когда нет никакого влияния Они ничего не могут себе позволить Мы вроде молимся И ничего не получаем Понимаете Мы говорим, что бог нас благословляет Ну вот, цитирует цитата Пастора Ильи Федорова Мы говорим Молимся, ничего не получаем Говорим, что бог с нами Что бог нас благословляет И просим Вернее, молимся Ничего не получаем А бог с нами Вот это вот его слова Это цитата Конец цитаты, кстати, был Вот эта цитата Это характеризует Вообще полностью Всю его жизнь Человек молится Ничего не получает И говорит, что бог его благословляет Знаете, почему Это цитата Это его жизнь Потому что он постоянно просит Сейчас я вам поясню это Федоров говорит здесь Что у многих людей в церкви Менталитет нищеты Они думают, что неприлично быть богатым Да не неприлично быть богатым И обеспечен Неприлично стяжать Федора Понимаешь, позорно и стыдно Стяжать Вот кто проповедь прочесть Желает людям Тот жрать не должен Слаще, чем они Вот ты, Федоров Познавец Стяжаешь Ты просто всю жизнь С протянутой рукой Это человек, который просто Он дышит чуть-чуть реже Чуть-чуть менее часто Чем стяжает Это человек, который просто Я не знаю Просыпается у него Рука просто Вот В руке корзинка И вот она Он живет с этой корзинкой Вот Это человек, который постоянно думает Как бы взять деньги На религиозной платформе Будь в тот церкви С кафедрой проповедии Будь то регистрация на семинары Будь то Что какие-то другие учения Посты И тому подобное Постоянно как-то хочет стяжать Просто брать На служение, как он говорит На служение Мы сегодня эту схему Вот эту коррупционную схему Я вам расскажу вообще Как это вообще происходит Он же говорит Я не для сейба Я вот для служения На Пакистан Чтобы нести Евангелие Чтобы рабов выкупать Что-то еще делать Менталитет Говорит Федоров Нищеты Менталитет Нищего Интересный момент Вы знаете Что в греческом языке Грубо говоря Есть два слова Характеризующего Нищего Или бедного человека Первое слово Слово Penis Penis Что буквально означает Нищий Бедняк Который Зарабатывает себе На жизнь Тяжелейшим трудом Но ему Как бы Еле-еле Может быть Хватает Это нищий Бедный Такой Ниимущий Ну это Короче Большинство Людей Которые В церкви Славы Божьей Большинство И там Работают Подрабатывают Работают На работах Но как бы Еле-еле Хватает Еще и Испевают Жертвовать Достать Часть Своих Денег Потому Что Федоров Вымогает Эти Деньги Вот Это Вот Такие Нищие Вот Penis А есть Такое Слово Птохоз Греческое Что буквально Начать Вообще Конкретно Нищего Но Который Работать Не Может А Просто Просит Более Такой Смысловой Перевод Я бы Перевел Есть Такие Переводы По этому Поводу Это Перевод Как Попрошайка Просто Просто Нищий Попрошайка Он Не Работает Но Попрошайка Так Вот Мы Говорим Сейчас И Федоров Говорит О Менталитете Нищего Птухоз Попрошайки Человек Говорит О Менталитете Нищего Сам Имеет Менталитет Попрошайки Но Если Я Опять Цитирую Федора Если Ты Веришь Что Ты Молишь И Бог Тебя Благословляет Что Ты Постоян Просишь Вообще Ну Вы Видели Иисуса Который Ребята Добрые У меня Сегодня Служение Нагорная Проповедь Давайте Зарегистрируйтесь Все Пожалуйста На Платную Конференцию Нагорной Проповеди И Там Еще Будет Сбор Пожертвований И Пожертвуйте Мне Я Сейчас Иду Как бы Из Иерусалима Опять В Галилею На Эту Эвангелизацию Дайте Денюжков Но Кто Чем Нормально Если Тебе Благословляют Деньги Но Вы Видели Иисуса Который Просит Постоянно Выжимает Клянчит Находит Места Из Писания Чтобы Подтвердить Доктрину Что Можно Стяжать Просит На Служение Просит Для Себразима На Покушать На Отдых На Машину На Что-то Еще На Евангелизацию В первую Мы Не Видим Этого Вообще Чтобы Иисус Просил Потому Что Бог Его Благословлял Он Не Просил Он Не Был Попрошай Кому Не Был Нищем Потому Что Бог Благословлял То же Самое Апостол Павел Вы Не Найдете Что Павел Просит Деньги Павел Собирал Деньги Не Для Себя И Не Для Евангелизации Он Собирал Деньги На Помощь Нуждающимся В Церкви Бедным Как И Руссалимской Церкви Это Собирались Деньги Люди Приносили Каждому Уделялось Кому Что Есть Какая Нуждаемость Вот Если В Церкви Божьей Собирают Деньги По Миллиону Бизнесмены Люди Накидали Денег Несколько Миллионов Два Миллиона Собрали Допустим То Что С Деньгами Нужно Делать Их Нужно Отдать В первую очередь Тему В Церкви Славы Божьей Нуждается У кого-то Есть Долги У кого-то Нет Чего-то Еще Нужно Вот Сюда Сколько Тратили Апостолы На Евангелизацию Да Нисколько Петр Говорит У меня Серебра Золота Вообще Нет Деньги Третья Глава Встань Ходи Три Тысячи Уверовала Вернее Пять Тысяч А вначале Они В горнице Сидели Без Скромные Деньги Нужны На Евангелизацию Чтобы Переехать Апостолу С одного Региона В другой Может быть Скромно Покушать Все Вообще Это Что за Стижательство Постоянно Почитайте Библию Павел Не собирал На Евангелизацию Он собирал Для братьев Бедствующих Нуждающихся Вот Для чего Он собирал И каждому Давалось А мы Видим Что Какой-то Узкий Круг В церкви Федора Он там Во главе У жена И еще Там Пару Человек Собирают Деньги И они Считают А куда Они Деваются Сколько И было Никто Не знает Это все Покрыто Мраком А знаете Кто Мироправители Тьмы Бесы Вот где Дух Святой Там Прозрачность Дух Святой Ясно Говорит Дух Святой Ясность Приносит Там Прозрачно Апостолам К ногам Приносили Деньги Все было Публично И прозрачно Ну Федоров Там Для Отмазки Вот сюда Мы Пожарим Вот сюда Да Частично Там Это Как Воры В законе Которые Стижают Воруют Они На храм Там Жертву Кому То Еще Помогают Там И так Далее Как И люди Устраивающие Мутные Схемы Различные Софшорами Они Благотворительные Фонды Жертвуют Для Прикрытия Чтобы Куда Деньги Уходят То Самое Федоров Частично Если Взять Частично Вот кому-то Мы 6 тысяч Мы Дали Кому-то Там На КТ Мужчине Церкви На КТ Мы Дали Здесь Бабушки Мы Могли Церкви Дали 5573 Рубля И Вот Здесь Еще Четырех Рабов Мы Выкупили В Пакистане А то Что Он Летит В Пакистан Летает Бизнес Классом И На Мальдивах Отдыхает А то Что Стижаются Деньги И Федоров Бесплатно Летает Как бы Не за Свои Деньги Летает Пакистан А Людей Заставляет И Люди За Свои Деньги Туда Летают Ты Должен Слетать Пакистан Послужители Дай Деньги Тогда Загоняет Люди Авторитарно На Эти Вещи Постоянно Выжимая На Пакистан Деньги Огромные Деньги Куда Не Уходят На Федоров Действительно Уверил Что Бог Благословляет Он Вообще Деньги Не Просил И Бог Благословлял Как Иисуса Христа Благословлял Который Не Проповедовал По 40 Минут Проповедь О Пожертвованиях Но Менталитет Нищеты Молимся Ничего Не Получаем Говорит Что Говорим Что Бог Нас Благословляет Чистая Картина Федорова Молиться Не Получает Говорит Что Бог Благословляет И Стижает Просто Стижает Чтобы Ну А Вот Бог Благословил Бог Бог Благословляет Вот Давайте Слушаем Далее Мы Видим Кого То Бог Благословляет Нас Это Начинает Раздражать И Это Зависть И Как Иаков Говорит Если У вас Есть Зависть То Там Где Зависть Там Не Устройство И Все Худое То Есть У вас Худое Проблема В сердце Разберитесь С этим Дорогие Друзья Разберитесь С Писанием Разберитесь Что Как Нас Бог Благословляет Он Нам Дает Избыток Он Нас Ведет На Злачные Пажики И Вы Знаете Я Убежден Если Пасторы В России Вот Они Войдут В этот Прорыв Войдут В это Благословение И И Всех Остальных Это Будет Так же Касаться И Так же Все Остальные Войдут Во имя Иисуса Христа Сто Процентов Но Не Работает По Другому Если Сам Пастор В Это Не Верит Но Люди Маловероятно Что Они В Это Поверят Он Будет Проповедовать Совершенно Другое Поэтому Пастор Может Не Может Может И Должен Понимаю Понимаю Понимаете Это Нормально Чтобы У Тебя В Которых Обличают Упрекают Ну Ты Завидуешь Мне Это Подобно Тому Когда Финиес В Числах 25 Главе Увидел Что Блудодеяние В Израиле Что Один Некий Один Из Начальствующих Подобных Пасторов Вот Этих Блудит Ввел Женщину По Имени Хазва Девушку К себе В гостиничный Номер На Мальдивах Стал С Блудодействовать То Финиес Ворвался И Копьем Протнул И Этого Нечестиста Вместе С его Грехом Копьем Обличения То Ему Сказали Умирая Сказал Ты Завидуешь Мне Что Я С Эту Молодуху Имею Сейчас Ты Зависть У Тебя У Них Все Отмазки Зависть Две Варианта Или У Тебя Зависть Или Тебя Обители Что Такое Обиженный То Этого Федорова И Подобных Ему Любой У Тебя Зависть Или Тебя Обители Поэтому Наверное Самым Обиженным Был Иван Креститель Завистливым Человеком Который Ходил Всех Обличал Ну Или Все Пророки Нового Завета Или Павел Который Петра Обличил Который Лицемерил Или Иисус Который Всех Обличал А С лица Которая Петра Про Она Завидовала И Обижена Была Вот Такая Левая Отмазка Такая Глупость На самом деле Вот Завидуешь Мы Не Завидуем Люди Отдыхают И Нет С этим Проблем Люди Отдыхают Везде Проблем Нет Проблем В том Что Ты Стяжаешь Понимаете В чем Стяжаешь Если Бо Не Стяжал Проблем Бы Не Было Отдыхай Трудись Работай Едь Отдохни Ничего Страшного Но Имеешь Возможности Права И Вот Здесь Он Говорит Такие Вещи Что Вот Если Пасторы Всех Церквей В России Войдут В это Благословение То И Всех Остальных Это Будет Касаться Чисто Авторитарная Доктрина Возвышающая Какую То Касту Какую То Элиту Над Остальным Народом Которые Щелядь Толпа Толпа Низкая Масса Просто Прихлебатели Просто Ну Просто Раболепные Вот Раболепная Толпа И тому Подобное Но Это Грех Ребят Так Думать Вот У нас И Вот Если Пасторы У нас Что Церковь Состоит Вот Пастор Если Какая Толпа Что Или Какая Масса У нас Церковь Это Организм Единственный Такой Авторитетный Как Бум Так Ну Единственная Иерархичная Личность Это Иисус Который Глава Церкви Он Начальствующий Он Владыка Он Царь Все Остальные Мы Братья У каждого Своё Служение Мы Каждый Служим Своим Даром В смысле Кто-то Возвышается Кто-то Должен Войти Что за Учение Что за Чушь Собачья Мерзость Амманицкая Что такое Вообще Вот И он Говорит Что так По-другому Не работает Вот Его Богословие Черепно-мозговая Коробка И там Разум Такой Вот Его Понимание Вот Но Только Так По-другому Не работает Нет По-другому Мне Не выгодно Будет Работать Я хочу Чтобы Мне Давали Просто Чтобы У меня Не Три Складки На Животе Было Четыре У меня Федор Чтобы Жоныш Мы Хорошо Жили Сладко Спали Сытно Ели Чтобы Все Было Хорошо Чтобы Аплодировали Нам Все Зачем Нам Другие Схемы По-другому Говорит Не Работает Так Вы Что Ребят Так Такую Чуть Несут Вот И Если Говорит Пасторы Если Пастор Он Был Богатый Если Он Не Богатый Он Будет Мало Плохо Верить Он Будет Транслировать Учить И Люди Не Будет Верить А У Нас Что Вообще Я Не Понял Ребята Я Есть Сцена Высокая Алтарь Там Кто-то Один Проповедует В смысле Я Что-то По-другому Читаю В Новом Завете Когда Написано Что Будем Стремиться Ко Взаимному Назиданию И Петр Пишет Служите Каждый Друг Другу Тем Даром Который Получил Мы Собираемся Чтобы Служить Всем Каждый В Своем Даре Так Четко Павел Писал И Так Когда Вы Сходитесь Вот Что Происходит Когда Мы Сходимся Вот Церкви Славы Божьей Что Происходит Когда Мы Сходимся Ну Там Пастор Илья Федоров Проповедует И стяжает Проповедует И стяжает Ну Или Его Ставленники Кому Он Разрешил Могут Проповедовать Чтобы Ну И Постяжать Тоже Для Федоров Вот Ребят Новом Заветин Павел Пишет Когда Мы Сходимся У Каждого Ключевое Слово Каждого Федоров Возьми Фломастер Ручкой Запиши Каждого Федоров Каждого Федоров Ну Я Понимаю Что Там Черепная Коробка Маленькая Мозг Еще Меньше Трудно Понять Тем Более Там Законсервировано Авторитаризм Я же Федоров Я же Пастор Думает Федоров Я Поним Трудно Понять Возьми Федоров Фломастер Запиши Каждому У Каждого У кого Есть Откровение У кого Поучению Капсалом У кого Язык Истолкование Все Все Добудет Назидание Когда Церковь Сходилась Зрелых Христиан Все Все Наставляли Друг Друг Об этом Очень Много Библии Павел Пишет Что Я Я знаю Что Вы Исполнены Благости И можете Наставлять Друг Друг В Евреях Написано Не Оставляйте Собрание Своего Как Есть Некоторых Обычий Но Будем Увещевать Друг 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 Тем Более Будем Это Делать Тем Ближе Пришествие Дня Господня Сегодня Мы Еще Больше Должны Практировать Взаимное Наседание Как Это Взаимное Это Тогда Моя Звезда Помер Тогда И Денежка Будет Мало Тогда Все Будут Равны Тогда Все Будут Как Божественному Помазаннику Как Авторитетному Лучшему Самому Помазаннику Мне Дадут Очередное Благословение Шансы Уменьшатся Тогда Все Правильно Федоров Конечно Уменьшится Но Ты Этого Не Хочешь Давайте Дальше А Он Еще Говорит Там В конце То Что Богатого Так Жить Пастор Может И Должен Вообще Вот Федоров Сам По Себе Он Никому Ничего Не Должен Вот Вам Служить Вам Души Класть Отчет Давать За Деньги Куда Девается Где Берутся Куда Деваются Сколько Денег Вот Вот Никому Ничего Не Должен Подчиняться Никому Не Должен Пастор Кто Вы Так Единствен Что Он Должен Он Сказал Пастор Может И Должен Ездить На Мальдивы Может И Должен Вот Это Единственное Что Федоров Должен Далее Слушаем Аллилуйя Ну Это Верю Так Я Если Вы Верите По Другому Это Ваше Право Но Нет Никакого Права Судить Меня Обвинять Меня Потому Что По Нескольким Причинам Ну Первое Я Хочу Сказать Да Вот По Поводу Пожертвований Если Пастор За Пожертвований Поехал Ну Если Служение Не Страдает От Этого Для Меня Это Нормально То И Классно Чтобы Так И Было У Всех Пасторов Во имя Иисуса Христа Но Служение Понятно Оно Приоритет Хотя Это Неправильно Человек Всегда В Приоритете Да Вот Но При Всем При Этом Если Позволяет Средство Слава Богу Не Позволяет Но Верю Бог Позволит Все Будет Хорошо Вот Друзья Послушайте И Вникните В Богословие Его Маленького Но Безмерно Огромно Надменного Разума Просто Послушайте Он Говорит Пастор Вообще Если Если Чего Пастор За счет Пожертвований Может Поехать На Мальдивы Представляете Может То есть Там Бабулька Короче Не Церкви 11 тысяч Пенсии Она Там Пожертвовала 4 тысячи Чтобы Узелок Завязать Чтобы Там Ну Как То Не на Гречечки Там На Какой-то Дешевой Более Крупе Там На Перловочке Вот Насечки Вот Надо Пережить Как-то Этот Месяц Другая Будь Другой Там Работяга Пожертвовал И Пастор Намадюб Он Пастор Он Проповедь Ребята Это Желом Не Пахать На Металлургическом Комбинате Ребята Столеварами Вашими Это Пастор Он Проповедь Готовит Ребята Это Всю Неделю Готовиться Надо Просто Слизывать Другие Проповеди Плагиатом Заниматься Подготовить Говорить Ну Ребят Ну Вы Че Это Вам Не Просто Отбойным Молотком На Шахте Уголь Крошить Ребят Это Пастор Поэтому Он Может Поехать За счет Бабульки За счет Простых Людей Может Поехать Если Служение Не Страдает То Самое Главное В Его Голове В Коробочке У Федора Это Он Пастор И Служение То Есть Его Проект Люди Вот На Это Жалуются С Слава Божия По Уходили Которые Вообще Там Видят То Ему Плевать На Все На Людей На Сам Деле У Нему Главное Служение Единственный Момент Когда Он Оказывает Помощь И То Чтобы Потом Они Рассказали За Свидетель Что Он Оказал Помощь Все Вот Единственный В Церкви Важно Это Он И Его Проект Проект Федора Остальные Инициативы Остальные Духовные Проявления Хорошие Какие-то Моменты Я Даже Не говорю О Духовных Проявлений Федора Чушь На самом деле Замес Выдаваемое Желание Действительно Левой Религиозной Бесовской Практики И так Далее Но Я Об этом Не Говорю Уже Ролик Не Об Это Главное Служение И Сам Паста А если Служение Страдает А если Люди Страдают А что Люди Масса Люди Толпа Люди Говорит Федоров Главное Чтобы Служение Страдало Потому что Служение Чьего Федорова Люди Вы Пришли И ушли Вы Кто Вы Аксессуары Вы Декорация Ну Стул Стул Расшатался Ну Заменили Заменили Обои Ну Вы Декорации Вы Обои Вы Просто Ну Как Б Вы Без Голоса Толпа Масса Массовка Ну Вы Меняетесь Поймите Служение Остается Я Остаюсь Все Ради Меня Служение Служение Ради Меня Я Продвигаю Служение Мне важно Делать Популярное Служение Чтоб Возрос Мой Авторитет Возрастет Мой Авторитет Больше Будет Благословений Больше Людей Будет Располагаться Не бабульку Голодную Помогать Что такая бабулька А вот На меня Взгляд Будет Тем более Я-то учу Что Пастору Нужно Благословлять Иначе Овцы Рассеются Нужно Пастор Чтобы Двигался Богат И так Мне Будут Давать Вот Его Простая Идея Все Очень Просто Все Очень Эта схема Она В принципе Очень Простая И Если Служение Страдает То Пускай Отдыхает На Мальдиву И поехал Может Людям Отдать Кому-то Кому Кому Нужда Есть Не На Мальдиве Просто Какая-то Нужда Срочная Важная Необходимость Горе Беда Тем более В цирке Слава Божьей Там Я уже Повторюсь Среди Даже Лидеров Вот Этих Есть Финансовая Нужда У людей Люди В бедах И Нет Жи Вообще Так Для Рекламы Да Кому-то Вот Служение Вот И он Говорит Что Ради Служения Но Говорит Даже Я Неправильно Сказал Что Даже Не Служение Важнее А Человек Важнее Знаете Кто Человек Не Человек И Не Люди А Человек То Он Говорит Важнее Не Служение Пастор Опас Вот Не Вы Человек Вы Кто Такие Вы Никто Вы Пыль Прах Вы Толпа Вы Просто Я вот важен человек важно даже не служение даже можно в ущерб служению поехать пусть там не будет денег там на аппаратуру пусть там на что-то еще они на самом деле вот нельзя дешевле собираться на дорогой аппаратуру зал дорогу же нельзя ли просто вот так простоте по домам дешево собираться я бы не пойму как первая церковь который не тратила деньги на то что тратит федоров вообще так нельзя что ли вообще ну конечно нельзя потому что как-то федоров прославится если вы по многим домам будет собираться и служить свои каждый каждый своим даром это вы будете возрастать это дух божий через вас будет действовать и тогда федору никакой не славы не аплодисментов не денег вообще загнется тогда вообще вот поэтому он говорит что не служение важнее человека это единственный человек кто важнее служение это сам федоров то есть вам пастор вот и все все вы остальные вы просто средство вы разменная монета вы толпа обеспечивающие вы просто но как бы материал расходный понимаете вы строительный материал вот таким образом вот слушаю дальше что еще на федоров огла гулит но вот случае в моем вы знаете я не живу за счет пожертвований и зарплаты в церкви у меня нету и так уже много лет у меня жена работает почти всегда ну у нас там то она одним занималась магазин у нас свой был мы его продали вот сейчас она другим занимается и то же самое у меня у меня есть источник от источники как через которые бог меня благословляет и это не пожертвование и конечно слава богу за тех людей которые сеют благословляют я их благословляю во имя иисуса христа но все эти деньги которые люди пересылают лично мне или на счет нашего служения они не идут ко мне я никому не даю личную свою карту я даю карту бухгалтера ну то есть счет своего бухгалтера эти деньги все идут на служение и больше хочу сказать вот все крусейды что мы проводили проводим и вы мы многих благословляем мы многим снимаем квартиры в москве и мы ну жертвуем много мы благословляем машины и вы должны понять это все ну как бы большая часть это я благословляю это даже не люди хотя я еще раз хочу сказать я благодарю всех людей конечно же без помощи остальные ну многих людей мы мы бы намного меньше здесь сделали но при всем при этом вот и вот так вот вот так сложилось да и до сих пор я являюсь даятелем номер один нашей церкви и нашего служения и наших крусейдов и поэтому знаете мне вдвойне не то что не стыдно вот так вот отдыхать и вообще жить я вообще живу хорошо я живу в прорыве живу в благословении и мне так не стыдно вот и я хочу чтобы так было у всех я молюсь за вас чтобы все христиане жили в благословении и в прорыве во имя иисуса христа и если у вас есть зависть дорогие разберитесь вот и давайте будем ну про про говорить о боге который благословляет которая дает лучшее детям своим во имя иисуса христа и пусть так и будет аминь мы уже в начале в самом с вами я зачитывал комментарии где федоров говорит что у нас там нет десятины прям нет десятин вот не собираем и десятин какие десятины вот там и что у него какой-то там бизнес что жена там постоянно работает там какие-то дела и вот здесь он тоже говорит что деньги не с пожертвований они вообще мне как бы я беру на это все на мальдивы и они чине мне идут а бухгалтеры интересный момент там бухгалтеры там вообще карманный бухгалтер и деньги считает это бухгалтер и и женушка а федорова инесса и еще там один-два человека все там там такой табу жесткая группа и туда никто не подойдет никогда одна женщина бухгалтер которая была тоже церкви на бухгалтер хотела послужить я бухгалтер хороший работает но давайте помогу вам не пустили ребята никто не знает сколько денег как этом все просто закупорено просто все закрыто я говорил об этом что вокруг федора друзья федорова это только богатые люди в основном ну или кто там его двигается с ним служение там бизнесе как этот павел петин с которым у них там бизнес так называемый который мы сегодня поговорим вот и ну и служение совместное которое тоже бизнес вообще на самом деле его его церковь слава божия это бизнес будет у меня бизнес ну как бы кого это на самом деле единственный его бизнес это это вот религиозный бизнес ну по сути вот приносящий доход религиозный бизнес церковь славы божьей где очень много тратится на рекламу на рекламу вот но я к этому вернусь сейчас я подытоживаете давайте поговорим о чем говорит федоров но говорит мы десятины не собираем теперь внимательно десятины не собирает он вот действительно еще несколько комментариев покажу федоров здесь говорит что десятин десятин нет вот это вот под последним вот им постом где про мальдин и комментарии у нас десятин говорит нет дальше еще в 2019 году еще несколько лет назад федоров говорил что десятин в церкви у них нет они не собирают десятин а дальше внимательно читаем комментарии пишет федоров мы не собираем десятины вот но я говорит интерес не против десятин дальше ключевое слово добровольно поняли то есть мы не собираем 10 а я крик не против десятин но главное чтобы добровольно я вам рассказывал сегодня что вот он добром добровольно как бы добровольно выжимает людей деньги просто задолбал просить слово опять людей выжимом деньги на пакистан и на прочее на служение тогда просто вымогает до невыносимости просто просто высасывает людей пился как пиявка и сосет эти деньги регулярно вообще не пристанно вообще вот как попрошайка о чем мы говорили сегодня но это все как бы называть добровольным вот эту манипуляцию людьми но не подулом же пистолет детей добровольно как бы вот принуждает людей как бы манипулируя писаниями и называть добровольным дальше еще один комментарий вот статья не комментария статья за 2020 год где его жена и на 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 федорова она вот проповедуют и учит и смотрите там интересный момент такой она говорит как правильно деньги расходовать и одна из и один из моментов как как их как бы откладывать одна один из моментов который учит и на в девятнадцатом году он еще горел 10 нас нет сегодня для 10 нет и в двадцатом году посередине этого всего именно говорит что 10 на важный пункт 10 на важный пункт вот ваших откладываний денег ваших расходований и направлений денег в ту или иную сферу в том же самом году сам пастор илья федоров тоже статья из его проповеди он говорит что нашими финансами всем эти вопросами в семье занимается распределение именно именно занимается и дальше он говорит отделите уже совет людям и учение вы люди я учу вас отделите себе определенную сумму для посева десятины и жертв посева в десятины же то есть у вообще такие термины есть посевы из десятины есть жертвы это человек горит учит этом этот человек горит о том что он не собирает десятин да я знаю людей со 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 славой божией они отдают десяти на не отдавали 10 они постоянно дают десятины потому что научили и вот федором и инесса этой баронессы в частности и мы лишь идет просто врет вообще мы ведь не собираем десятины мы не собираем смысле ты учишь о них в смысле ты учишь ты ложную доктрину десятины проповедуешь первая церковь я просто для счету не знаю первая церковь не павел не петр не собирали 10 не иисус не было в первой церкви 10 ночи никто не собиралась этого не было и церковь была против этого десятины это десятина это храмовый налог на для обеспечения левицкого священства со стороны еврейского народа все продуктовый причем а здесь человек учит десятинам и получается он врет просто не мы не собираем не дистин нету сам мучит одессиме и на учит одесситина ребят все просто обманывает все просто врет также федоров говорит что у меня горит жена работает у нас там есть бизнес был магазин там мы его продали на самом деле с этим что вы знали это магазин стройматериалов это был бизнес который у них был они там недавно его не так давно продали это был тот бизнес который а который вот когда они выходили в ноль это был лучший урожайный год потому что он не шел вообще там просили молиться молитесь потому что не идет они там ели в ноль чтобы аренду оплатить выходили то есть что-то там именно работала он там работал но но выхлопа с этого не было поэтому вопросу люди люди вы на самом деле люди с церкви а слава божия не слыша федорова говорят когда говоришь они я деньги не беру они не могут по и в смысле ты не берешь деньги спажи смысле откуда они у тебя откуда с бизнеса стройматериала да нет на самом деле есть реестры на где мы можем информацию о там о и п а о допустим различных таких бизнес бизнес зарегистрированных таких проектов людей они в этом доступе и федора вот у него есть зарегистрирован как бы как пастор ну или директор там церкви славы божьей это все есть и у него различные еще были предприятия различные такие он пытался бизнесом заниматься из и регулярно и со своими ближайшими соратниками друзьями и еще там не получалось прогорала из этого ссорились и кого-то выгонял он на заднюю нас кто-то из его друзей соратников с кем бизнес был непонятно из-за чего на задней партии там сидел на задней лавочке потому что он там серпе а вот у него были различные такие компании жемчужина там 21 век и что-то еще которые там уже на ликвидированы закрыты в последнее время последнее время он занимается бизнес деятельностью и есть такая компания о шама групп вот они вместе с вот с этим ста товарищем с которым кстати это павел петин с которым они там на мальдивах сейчас отдыхают с женами своими вот они представляете они у них шама групп есть такая успешная компания которую но они же не берут с пожертвования хотя хотя вот именно корзинки туда они до церковные доступы имеют и вот сама групп занимается различным там виды видом там деятельности так вот давайте посмотрим просто вот про эту шама групп про про выручку и выручка за прошедший год это был очень успешный год по сравнению с двадцатым там девятнадцатым годом двадцать первый год был очень успешен для сама групп выручка стала 1 и 4 миллиона рублей успешно да ну как кажется но давайте поймем что выручка это не одно и то же что прибыль выручка от прибыли чем отличается вот я купил банку сгущенки за 40 рублей чтобы продавать ее своем магазине за 60 вот я продавила за 60 это выручка прибыли же 20 рублей после всех расходов на за доставку еще там 5 рублей русская 15 рублей 5 рублей доставка там какая-то что-то еще 5 15 рублей в прибыль так вот прибыль это за вычетом всех там расходов всего остального этого сколько там но это составила выручка это понс товар продали чтобы знать какой спрос у этого там товара и так далее так вот выручка 1 и 4 миллиона был в прошлом году прибыли этой компании составила 292 тысячи рублей за год то есть получается на двоих они же там со товарищей компаньоны с пашкой то вот получается илья федоров заработал в компании шама групп за прошлый год 146 тысяч рублей это получается в месяц на 12 месяцев по делям илья федоров заработал мисс его заработал 12 тысяч сто шестьдесят шесть рублей 12 тысяч сто шестьдесят шесть рублей ребят пускай я чё-то вы чего-то не знаю у него еще есть пять таких компаний ну пускай пускай 5 пускай 5 тогда он 60 чем-то в шат одну тысячу заработал выскажите нашли от одну тысячу заработок можно на мальдивы светать или может быть здесь как раз такие обычно таких случаях тут интересуется компетентный орган как это вот такая выручка и такие расходы такие покупки такие откуда и как откуда деньги вообще сам илья федоров говоря вот я вот вам выручка я вот вам показал как вот его бизнес вообще вот его сколько там он зарабатывает что же жена сейчас чем заниматься не знаем что ногти красить стала но вы понимаете что там они магазин этот продали убыточный там маленький небольшой магазин но и продали но и все федоров когда собирал деньги он хвалился так он вот вот у меня вы не хотите жертвовать а вы должны жертвовать если бы я у меня была бы квартира его продала квартиру но мне к сожалению бабушкина квартира вот мама ему не разрешила продать бабушкину квартиру вот когда будет твоя тогда продаж и он как бы ну так бы если была квартира я продал бы и пришло время когда федоров благословил одна женщина одна из адептов которая вот верит пастор вот то его доктринам что пастор то должно чтобы не рассеялись 300 тысяч рублей на что федоров там чуть-чуть добавил денег купил себе ну автомобиль для передвижения хорошие там поддержанный ну поддержанный автомобиль вот таким образом вот и на что его из ближайших соратников один из соратников там который его помощник там максим по моему или кто там я могу там сегодня ребят ошибаться чуть в деталях но не в принципах максимского вот смотрите пастору бог воздал потому что пастор мне благословил свой афон там потрёпанный и вот ему господь дал потрёпанную машину вот там воздал и так далее и тогда еще пропал вот что вы представляете вот пасту пастору женщин 300 тысяч благословила как он теперь будет пастор за нее молиться ну чтобы его надо тоже благословлять пастора и вот такими вот вещами вот такими вот учениями федоров научил чтобы но его благословляли ну как бы наш он помазанник и вот на него как бы взгляд помазанника нужно благословить чтобы иметь благословение интересный момент что он так грозился что квартиру бы продал да не могу да бабушка против а тут 300 тысяч благословили и вместо того чтобы ну как бы ну хоть 300 тысяч хоть вместо квартиры но пожертвованы на на что-то еще на пакистан там раздал об этом нет же он этого не делает более того они так давно вообще ему благословил один из подарили ему из узбекистан а там один есть постар или группа посторов но там один есть после очень богатый занимается различными том золотом различным богатый человек просто бизнесмен на самом деле вот такие такие есть в отличие от унитца федорова стяжающего если без вверх не стяжал проблем не было бы друзья скромный бизнес скромно там работаем или их или не скромный бизнес проблем нет лучше стяжает стяжает бедолага просто вжимает деньги ему благословить дорогущий паршепом дорогущий автомобиль что-то мы не видим чтобы федоров продал его который дороже квартиры продал его чтобы он по-моему продал купил подешевле что-то себе но не видим чтобы федоров как квартиру продал его люди просто на самом деле в церкви слава богу это примечают это замею возмущаются как говорил одну будут жертвы это люди не просто люди люди которые слушали его жертвовали отдавали жертвовали а тут я бы отдал квартиру он вот так вот я вам сейчас схему поясню всю эту простую схему на самом деле как все действует берет ли федоров деньги с церковной казны я не видел я не знаю но люди в церкви славы божьей они не верят что он не берет да в смысле не берет откуда он и берет ребята но откуда он бы взял вообще эти деньги то есть мы не видим каких-то других источников которые ну вот но да если он в десяти не врет ребята мы не берем десятинки не берем нет 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 не берем и и учить десяти не но ребят но человек врет просто финансовой сфере вот в церкви слава божьей есть бизнесмен есть различные люди бизнесмены которые смотрят эти служения федоров и которые благословляют и ему лично на самом деле вот один из примеров покупка автомобиля чу этот пастор с узбекистана купил ему автомобиль федору дорогущий смысл было может быть помочь каким-то бабулькам простым людям которые в одну в церквях есть да нет же федоров все очень просто у федорова очень широкая рекламная кампания и он он выжимаясь людей деньги чтобы они спонсировали его широкую и глубокую рекламную кампанию все его служение допустим в в москве и вот это церковь слава божья дорого собирать дорогой зал аппаратуры это все чтобы как бы медиа это все чтобы прославить федора все может дешевле сделать дома по домам до славы не будет об этом я говорил уж ты можешь просто делать дюшу общей и сердито как в первой церкви вообще вот потом этот пакистан они ездят в пакистаны федоров там снимает вот а мы в пакистан служим на самом деле пакистан это чисто лохотрон христианский лохотрон это рынок дело в что пакистан уже до этого годы долги куда туда постоянно все деле заграничные проповедники листы постоянно там несли евангелие и количество уверовавших поездами не меняется определенное там количество верующих которые не меняется вообще знаете почему и все эти верующие находятся в определенном около четырех городов вот в определенном регионе четыре города где вот есть такие церкви в большей степени большие много их и там эти верующие находится и чаще всего вот эти крусейды и проповеди это название евангелия вот этих городах которые в больше заевангелизирован нежели остальные регионы пакистана почему-то все очень просто схема простая местные пастора пакистанской которые которые тоже хотят жить сладко как федоров и отдыхать на мальдивах они устроили бизнес пакистанские пасторы устроили бизнес они приглашают различных проповедников чтобы за определенную сумму горит мы соберем вам допустим пять тысяч людей на крусейд на эту или там 10 или 100 тысяч ну чем больше тем дороже и как можно вообще но знать сколько придет на визацию там неверующих людей а здесь конкретно заранее обещаются цифры то потому что пастыри вот эти они привозят туда все свои ну как бы договариваться и все всех людей из церквей которые в данном регионе в соседних городах и всех возможных городах есть организуют автобусы и свозят этих людей которые уже там в 20 лет вере пакистанцы и которые там 20 лет не были исцелены не горят ну может на этот раз там исцелишься и все и получается туда ездит эти федоровые и прочие несут несут евангелие тем кто давно уже уверовал крестились по 10 раз за них молились там на покаяние выходили по 20 там раз то есть люди в общем в воду вступит толкут получать эти проповедники поэтому количество уверовавших там но не растет но это мощная реклама просто для федорова вот и я понимаю что бог действует не потому что вопреки что даже в галактической церкви которая там уклонила сделала грехи бог написано что и продолжал производить чудеса делал какие-то подавал духа и здесь бог может касаться людей там действовать не потому что федоров такое вопреки даже федору это понятно но большинство из чудес львиная доля чудес которые там федоров провозглашал то просто ну как бы вы до выдача желаемого за действительно за действительно это просто я уже снимал об этом ролике вот здесь вот эти ролики есть можете посмотреть вот про их путешествие евангелизации туда в пакистана федорова и подобных ему просто и там ну просто федор молится за человеку который просто нет глаз у него зрачков нету молится и человек там что-то сказал а я что-то как бы вижу ну просто под воздействием там знаете чувство зрачки не появились и федоров все исцеление произошло и так далее и все дальше вообще будет все хорошо все исцелен идея ну и все и дальше ничего не известно что там с этим человеком безусловно но фейк выдача желаемого за действительно кстати уже последний их поездка в пакистан который там было помнить ему это феврале этого года ну поехали деньги собирали стяжали стирать собирали никаких таких ярких но видео каких-то доказательства там что-то было вообще ничего нету там по сути но об этом люди говорят из церкви славы божьей вот съездили ну и сну съездили вот и там даже было то что федоров злился он он молился за года человека долго долго молился ничего не произошло и повернул смотрит его с него снимают он разозлился тогда и просто выговаривал ругал что он не надо меня снимать вот вот таким образом почему потому что это пиар-компания вы в церкви славы божьей вы жертвы на пиар-компания через это поднимается авторитет федорова это просто но рекламная кампания продвижение его личности его персоны вот crusade и публичные вот эти все вещи пакистан вот этот вот лохотронский на самом деле пакистан вот и а для чего нужна ему популярность чтобы люди бизнесмены из узбекистана откуда-то еще давали ему автомобили силе ему деньги поэтому я думаю основной источник доходов федоров это те деньги которые в карман ему кладут преданные адепты федор говорит что я не живу за счет других людей и так далее но это он врет потому что он даже около года жил на обеспечении одной женщины которая год ему деньги отсылала чтобы он жил но и и он жил то есть человек берет как я понимаю эту схему все вот эти пожертвования это на рекламную кампанию бизнесмены и какие-то люди они отдают деньги как бы федорову то что у них там это и бизнес и они там но не успешные бизнесы может быть что-то но это кровь и вообще по сравнению с тем что он берет и конечно люди уверены он берет от людей он живет за счет пожертвований за счет пожертвований людей я не живу на сушкой автомобиль взял это было пожертвование поставить это автомобиль взял ты взял 300000 предыдущий на предыдущий автомобиль ты не живешь за счет пожертвований он врет про человек который думает что врать это нормально ничего страшного я ж по благодатчик по благодати можно врать но не благодатчики не таковы для него для него как бы любое исполнение слова божия но это закон что закон закон вот поэтому то что он врет я этому не удивляюсь но вот такие вот такая система вот такой ну и конечно же люди в церкви слава боже но уверена что он регулярно берет деньги он с церковной казни он говорит он говорит но я не мне нет зарплаты да я и думаю что у меня нет зарплаты просто укус когда нужно сколько-то он он берет и все никакой прозрачности сколько денег куда они пошли то как нет да конечно же для пиара там вы купили несколько рабов да там что-то там сделали ночью чтобы людям здесь не помочь почему бы здесь в рязани неправильнее при провести евангелизацию людям там не помочь выкупить кого-то из ипотек и так далее так поговариваю там суммы не очень высокие за выкупку из рабов это по пакистанским меркам большие деньги вот по нашим это не очень большие ну как бы норма небольшие деньги но пиар огромный и федоров до жертвовал людям где-то в церкви какие-то деньги помогал там где-то квартиру он говорит снимает но все конечно же ради пиара ради того чтобы но спросили а куда деньги а вот смотрите мыши там жертву вот то есть это как бы для но замазывания глаз вот в этой схеме что-то делается безусловно и они летали в пакистан и что-то делали но мотивы как бы подноготная совершенно но нечистые совершенно неправильно это что он его рука не обитает постоянно в церковной казне но в это вообще мало верится тем более в руну который 10 надо живет вот такая вот система поэтому вы жертвующие сегодня федоровый жертвы на его рекламную пиар-компанию просто на его рекламу просто вот таким а реклама ради продвижения его самого продвижения ради его городе его корысти просто он хочет аплодисментов славы чтобы служение состоялось и он как персона состоялся ну и хочет жить богато сам федор даже вот на эти вот этого мечта ты избытка сердца она как бы ну просла но слышно он говорит что пастор должен жить на мальдивах должен вот этого мечта он хочет на мальдивах там отдыхать пас на жить там он хочет жить сладко просто зачищут за вашу и вот эти все проповедники благодати проповедники денег которые ну как бы говорят о богате знаете больше всего из них львиная доля за чуть счет живет они проповедуют богатство но живут за счет того что собирают деньги проповедую а богат то есть у не та шуми там бизнес какой-то и тогда это и и редкие единицы у кого то есть в основном они стяжают подобно фила дарова пускают корзинки по видам их через это богатеют и проповедуют о том как по благословляет как бог дает им богат если будете вы им давать будет вы будь такие же богаты но они богаты потому что вы даете не потому что был благослови это разные вещи они ложными доктринами ложные предлоги вымогают деньги и богаты но не потому что бог дал а потому что они вымогают просто они берут что написано в библии зайди в тайную комнату помолись отцу который в тайне не кляньте не проси бог который в тайне даст тебе я если так было у федора всего мне просил и бог благословлял люди жертвовали бы там кто-то еще давал день это нормально классно это богу был а здесь не бог потому что он клянчит потому что он просит но не в тайной комнате он просит у людей кляньте людей и люди дают все очень просто это не бог благословляет его это он с вас вытягивает манипуляционным спекулятивным путем и знаете это человек проповедует богатство и успех благословения что ветхом завете были благословения в новом еще больше давайте подкроем второзаконие там про благословение написано благословение он кстати говорил что проповедовал что вот он верит что он и вот верусь и должна жить он первую очередь он же пастор должен жить как соломон вот соломон таким богатым быть как соломон что у тебя даже серебро по камня у соломона было вот об этом он мечтает ребятушки но этот банкет будет за ваш счет за ваш счет он хочет обогатиться за ваш счет он хочет будет больше себя разрекламировать для чего чтобы было больше адептов больше адептов больше денежков больше мальдив больше всех остальных благ каких-то все очень схема очень проста рекламная кампания для приключения адептов заинтересованность людей потому что люди это ресурс денежный ресурс для него все очень просто и он говорит о благословении что в новом завете еще больше благословен чем беда давайте посмотрим такой простой момент все что имеет федоров то имеет благодаря людям у которых он просил и не бог этого благословил об этом я говорил уже во второзаконии написано что даст тебе господь благословение избыток во всех благах каких федоров мечтали во всех и там написано что ты даже не будешь брать взаимы отдать взаимы давать будешь я все будет все будет хорошо изобилие во всех благах но первое благо какое изобилие в плоде чрева твоего и вы не задумались на тем моментом что у федорова у него нет детей но не дал ему бог детей не дает проблема какая то есть у них у него скорее всего говорят проблемы по самому по здоровью и бог ему не дает многие чудеса его фейковый просто это рассказ обидоваемая желаемо зависит на просто истат простая ложь простая ложь я не хочу ли про заикание этого человека который проповедует всеобщее исцеление которое от заикания пока не освободился ну может быть да там человек еще сам в процессе все мы в процессе но про благо я хочу сказать у федорова нет детей первое благословение это изобилие во всех благах в плоде чрева твоего а знаете почему в остальных благах у него в денежных есть благословение об этой сфере нет все очень просто с детьми подстроить нельзя с благами можно подстроить можно вас вымутил как бы вымутить манипулятивным путем выжать деньги выпросить выклинчить составить просто запугать и так далее добровольные чтобы перепуганные давали добровольные пожертвы запугать возможно с детьми никак не подстроишь с детьми не подстроишь все очень просто поэтому и нет благословения что бог не благословляет повторюсь зашел бы в тайную комнату не говорил бы ничего бог бы благословлял это бог реально и мы не видим руку бога в жизни федор мы видим руку федоров постоянно глянчущую и глянчущую деньги вообще вот таким образом друзья иисус христос умер на кресте умер на голгофе пролил драгоценную кровь что мы были скуплены что мы были свободны от всякого греха знаете чтобы мы не были таким бездумными адептами просто глупыми он написано дал библия данном свет и разум чтобы мы думали вообще что мы водились духом святым послушны были господу него таким вот проходим сам бедолагам вот этим мошенникам типа федорова который сейчас отдыхает сладко на мальдивах кстати за ваш счет и хочет жить дальше еще более богат знаете за ваш счет драгоценные адепты всем сбоком благословения пишите ваши комментарии и и и и и и и